Приветствую вас. Я думаю, что запрет, когда вы говорите, что так нельзя толкать девочку и так далее, сыграет очень малую роль в воспитательной жизни и воспитательном становлении ребенка. Почему? Потому что запрет, тем более запрет такой, без объяснения, да, то, что девочке больно, это не объяснение для ребенка. Он лишь создаст, ну, может быть, он создаст страх. Подобный аспект. Может быть, ребенок подчеркивает свою вину. Но здесь мне не очень понятна ваша позиция. Вы хотите, чтобы ребенок чувствовал вину? Хотите, чтобы вина стала, ну, двигателем его деятельности или как? Так вот, тут мне, конечно, интересна ваша позиция. Вот. Но в любом случае запрет, это не то, что может как-то помочь вашему ребенку. Если ребенок столкнул девочку, а, собственно, просто так он толкать ее не стал, значит, у этого есть какие-то причины. Вот. Какие причины? Я вам скажу. Я скажу какие причины, безусловно. Вот. Но я бы хотел, чтобы вы пока что немножечко вот поняли, что запрещая что-либо, да, запрещая что-либо, вы не несете пользу своему ребенку, а наоборот. Запретный плод, он как бы сладок, да? Вот. Значит, что я увидел в вашем тексте? Первое. Это то, что вы говорите мы. Мы ходим-ходим в школу развития. Мы ходим. Не ребенок ходит, а мы. Значит, есть непризнание личности и самостоятельности ребенка. Вы можете сказать, ну, ему же всего полтора года. А, да, ему всего полтора года, но он уже личность. Это первое. Второе. Вы уже ходите в школу развития. Кстати, кстати, зачем вы ходите в школу развития? Это первый, это второй момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. То есть, какая необходимость ребенку ходить в школу развития? Зачем вы ребенку в детстве-то? Вот. То есть, ну, быстро ребенок побудет, ребёнок побудет в детстве. Зачем сразу его чему-то учить? Зачем? Вот. То есть, какая в этом необходимость? Что вы пытаетесь этим добиться? Это вот точно, ну, такие достаточно важные моменты. То есть, лишая ребенка детства, приучая его к тому, что он не личность, вы создаете у него дефицит своей собственной значимости. То есть, он не чувствует, что значимо, не чувствует, что он имеет какой-то вес, он не чувствует, что он может на что-то повлиять. И отсюда и растет агрессия. Хорошо еще, что она нацелена на других, а не на себя самого. На себя самого, а вот агрессия была бы гораздо более серьезным и разрушительным моментом. Ну, просто потому, что в этом случае ребенку уже точно нужен был бы детский психолог, скорее всего. И последнее, последнее, что я хотел бы вам сказать. Последнее. Это про то, что такие вещи, как нельзя толкать девочку и так далее, такие вещи, значит, должен объяснять папа. Не мама. Особенно про девочку. И здесь у меня есть, ну, несколько предположений по ходу. Либо у вас сложные взаимоотношения с отцом, значит, и, собственно, ну, тогда по этой причине ребенок, ну, скорее всего, и агрессирует. Именно по этой причине, потому что он чувствует, что у вас не все в порядке с отцом в отношениях. Вот, и не понимая, почему у вас с ним плохо в отношениях, он проецирует это на, ну, на, собственно, на себя. Вот. Вот. А проецирует на себя, на себя. Подобный, подобный аспект. Вот. А проецирует на себя, срабатывает механизм защиты, и это, значит, переносится на других. Ну, в тесности, вот, на девочку. Вот. Вполне возможно, что он обвиня... Эээ... За что-то обвиняет вас. То есть он за что-то обижен на вас, и, соответственно, девочка это... Стало, ну, таким, таким, предметом, предметом его, значит, отреагирования. Так вот, может быть, у вас проблемы, значит, с отцом ребенка, может быть, вы не общаетесь с отцом ребенком, может быть, что-то еще, этого я, конечно, не знаю. Вот. Либо отец ребенка достаточно отдален от него. То есть не чувствуется фигура отца ребенком. И отсюда точно есть подсознательное желание, оно не осознается практически, привлечь внимание. То есть если родитель, эээ, ну, отстранен, да, то ребенок пытается привлечь к себе внимание. Вот. Он пытается это делать, он пытается, эээ, как-то вот, ну, создать условия, чтобы на него обратили внимание. Вот. И, соответственно, для этого он в том числе и есть такие вещи. Потому что для него нет границ. Ну, пока что. Пока что нет границ. Вот. Значит. И последнее, что я хочу сказать. Это то, что вы для своего ребенка не являетесь женщиной. Ну, в общем, это нормально, потому что вы говорите «мы», то есть вы обесцениваете личность ребенка. И, соответственно, ничего удивительного в том, что он не воспринимает вас как женщину, в данном случае, ну, для меня, по крайней мере, нет. И, соответственно, отсюда такое отношение к девочкам. То есть, если вы для него не являетесь личностью для ребенка, то и девочка, соответственно, тоже личностью быть никак не может. Ну, при всем желании. Невозможно. Да? Ну вот. Надеюсь, вы это понимаете. Поэтому, поэтому, на мой взгляд, вот на эти моменты вам и нужно обращать внимание. То есть, то есть, ребенка начинать воспринимать как личность, дать ребенку детство. То есть, все-таки, ну, обучать его или не обучать, это все-таки ваше решение, но для ребенка будет лучше. Честно, в детстве он будет как можно дольше. Вот. Школы у него, школы у него будет достаточно, чтобы в полтора года еще в какие-то школы его водить. Только если это не связано со здоровьем. Вот. Ну, при, ну, при, значит, ну, при физических каких-то аспектах здесь совсем другой подход. И я думаю, что тут нужна отдельная консультация. Вот. И консультация детского психолога в том числе. Вот. Значит, привлечение отца, отца нужно привлекать к деятельности, к воспитанию. Вот. И вместо запретов, да, то есть, запрещать ничего не нужно. Вместо запретов нужно спрашивать у ребенка, почему ты так поступил. Да? Ну, вот. А, как бы, ну, что ты хотел, что случилось, что ты чувствовал, что ты думал. Все, вот. И, соответственно, вам нужно показывать свою реакцию, свою реакцию на то, что сделал ребенок. То есть, это может быть реакция какая? Неодобрение, а расстроенность, ваша расстроенность. Вот это нормально. А запрет, это, это подавление, по сути дела. Вот. Ну, и складывается у меня такое ощущение, что и вы, именно вы, на ребенку тоже мало довольны обращать внимание. То есть, вы можете сказать, да, ну как же я, мы же его обучаем все дела. Нет, это не то. Общение. Общение. Просто элементарное, обычное, безусловное общение. Вот этого не хватает, спасибо, ребят. Как часто вы общаетесь с ним? Просто. Без ничего. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо большое. Продолжение следует...